На прошлой неделе в администрации района состоялась 30-я сессия Совета народных депутатов, в работе которой принял участие глава района Заур Хамирзов. На рассмотрение депутатов было вынесено 7 основных и 2 дополнительных вопросов. По первому вопросу повестки дня об итогах деятельности Совета народных депутатов за 2020 год выступил председатель СНД Александр Брянцев. Вся работа депутатского корпуса Кашкабрского района строится в соответствии с теми приоритетными задачами, которые ставит перед нами президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, глава Республики Деев, правительство Республики Деев, Совет Хаса Республики Деев и, конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, которые, прежде всего, необходимы для жителей нашего муниципального образования. Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы и отметить положительную динамику, в пути дальнейшего развития. Непростая эпидемиологическая обстановка, сложившая на начале 2020 года и введение режима повышенной готовности в Республике Адгея, внесли коррективы в жизнь общества. Деятельность депутатов и Совета народных депутатов была переведена на удаленный дистанционный режим, среди чем возникла необходимость поиска новых методов осуществления возложенных полномочий. Организация деятельности Совета народных депутатов, председателя Совета народных депутатов осуществлялась в связи с федеральным законом об обучении принципа организации местного самоуправления Российской Федерации, уставом муниципального образования Кашкадовская регламентом Совета народных депутатов на основе плана нормотворческой деятельности Совета народных депутатов на 2020 год. Деятельность Совета народных депутатов осуществлялась коллегиально. Основной формой работы являлись сессии. С 20 марта 2020 года заседания Совета народных депутатов проводились в режиме видеоконтеррент связи. Всего за отчетный период проведено было 9 сессий. Совета народных депутатов муниципального зона Кашкадовская регламент проводились заседания фракции Глины России. На заседаниях Совета народных депутатов было принято 57 решений. Из них 42 носят нормативный характер. Несмотря на сохраняющуюся напряженной коммунистической ситуацию, депутаты Совета народных депутатов продолжали активно использовать в своей работе формы непосредственно осуществления местного самоуправления населением района. Это публичные слушания. В условиях соблюдения санитарно-муниципальных мер в 2020 году было проведено 3 публичных слушания. Это слушание по внесению изменений устава муниципального образования, бюджета района, а также удвижение отчета о его исполнении. Хочу остановиться на основных моментах работы. В соответствии с федеральным законодательством Республики ДГЭ, 13 статей устава муниципального образования Кашкадовской район были внесены соответствующие изменения. 19 февраля 2010 года депутатам еще 2-го созыва Совета народных депутатов было принято решение о гербе муниципального образования Кашкадовской район. В дальнейшем к этому вопросу мы вернулись уже в 2019 году. 26 декабря 2019 года было принято положение о гербе и флаге муниципального образования Кашкадовской район. 28 августа 2020 года после проведения герардической экспертизы герардического совета при президенте Российской Федерации утверждено окончательное положение о гербе и флаге муниципального образования Кашкадовской район. 22 сентября 2020 года государственный герардический регистр при президенте Российской Федерации внес гербе и флаг муниципального образования Кашкадовской район в государственный герардический регистр Российской Федерации с присвоением номеров 13110 и 13111. В августе 2020 года Советом Народных Депутатов ММК Кашкабихска района была проведена работа и утверждена состав кандидатов на размещение на доске по отчёту муниципального образования Кашкабихска района. Большую часть работы Советом Народных Депутатов ММК Кашкабихска района составляет исполнение контрольных функций. В 2020 году на сетях Совета народа депутатов муниципального образования Кашкабрский район заслушивались отчеты главы муниципального образования Кашкабрского района, начальника отдела МВД России по Кашкабрскому району, отчет председателями контрольной счетной палаты Кашкабрского района, отчет об исполнении бюджета муниципального образования до 2020 года. Утверждался бюджет муниципального образования Кашкабрского района на 2021-2022-2023 годов. Рассматривались и принимались изменения бюджета муниципального образования Кашкабрского. Всего за 2020 год было рассмотрено 13 бюджетных вопросов. Заслушивалась информация также о реализации национальных проектов на территории района. Отдельно хотелось бы отметить, что 2020 год, особенно год жизни нашей страны и жителей нашего района, это год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Самое активное участие, я как председатель Совета народных депутатов от имени депутатского корпуса, совместно с главой муниципального образования Кашкабрский район, приняли участие в награждении юбилейной медалью 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участников войны, тружеников тыла, узников Кашкабрского района. Всего было награждено 133 жителя нашего района. Важным направлением деятельности Совета народных депутатов, муниципального образования Кашкабрский район остается работа с населением, которое носит многогранный характер. Прием населения – это практически прямая и адресная помощь жителям нашего района. Считаю этот формат взаимодействия ключевой части нашей депутатской работы. Совет народных депутатов – это открытый орган народного представительства. Естественно, что такой подход полагает и прямой диалог избирателям. Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация предиктовала достаточно жесткие требования. Общение с людьми было организовано еще и в дистанционной форме. Однако это не снижало остроты вопросов, с которыми жители района обращались к депутатам. В течение 2020 года мною депутатами Совета народных депутатов, в том числе и совместно с представителями администрации района, проводились приемы граждан, которые посетили жители нашего района с важными вопросами. Переселение из ветковарийного жилья, улучшение жилищно-коммунальных условий, дорог, трудоустройств. Несомненно, были вопросы о сфере здравоохранения, оказания материальной помощи. С учетом особенностей 2020 года депутаты использовали любые возможности для четкой платформы взаимодействия со всеми избирателями, органами местного самоуправления. Осуществляли адресную медицинскую помощь медицинским социальным учреждениям, малоимущим и особо нуждающимся в категориях граждан. Проводили мониторинг цен на наличие лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты в аптеках Кашхановского района, соблюдение стандартов расплативназора в торговых точках района. Члены и сторонники партии «Единая Россия» и состава депутатского корпуса совместно с главными поселениями собрали денежные средства в размере 200 тысяч. Средства были переданы в Республиканский фонд и были использованы на оборудование ковидного госпиталя в городе Майкопе, на приобретение постельного белья, медицинского оборудования. В преддверии нового 2021 года депутаты Совета народа депутатов посетили фельско-кушерские пункты и амбулатории населенных пунктов района с праздничными подарками, средствами индивидуальной защиты, канцелярскими товарами для медицинского персонала. По линии партии «Единая Россия» были переданы подарки к Новому году ветеранам Великой Отечественной войны и медицинскому персоналу, работающему с ковидными больными в районе. Безусловно, важным является опыт участия депутатов, проводимых совместно с представителями администрации, осмотра строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов инфраструктуры района, благоустройства объектов социальной защиты. Убежден, что подобный формат будет способствовать более плодотворному сотрудничеству органов местного самоуправления и осуществлению профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня удовлетворенности граждан, муниципального образования Кашкаба-Стрен, работой муниципальных органов власти. Депутаты Совета народных депутатов всегда открыты для общения со своими избирателями и готовы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в рамках реализации поставленных задач. Максимально решать вопросы, касающиеся жизни района, можно только путем выстраивания рабочего конструктивного взаимодействия и понижения постоянного диалога между органами местного самоуправления. В проведении каждого заседания Совета народных депутатов активно принимает участие глава района. Взаимопонимание рабочей обстановки выстроено и с заместителями главы администрации района, руководителями инфраструктурной и подразделения администрации, контрольно-осчетной палаты, главами сельских поселений. В процессе разработки проекта нормативно-правовых актов Совета народных депутатов активное участие и взаимодействие осуществляется без прокуратуры и районов, представителей которой оказывают консультативную помощь. Безусловно, такое конструктивное взаимопонимание позволяет оперативно учитывать замечания и предложения надзорного органа, положительно сказываясь на качестве муниципального правотворчества. По обращению граждан всегда по всем возникающим вопросам чувствовалась поддержка и понимание со стороны главного врача ЦРБ, руководителя пенсионного фонда, социальной службы, консенсационной службы, газовой службы, электросетей и наразбыта. Сегодня такая совместная работа позволяет находить оптимальное решение актуальных вопросов жителей нашего района. Благодаря общим усилиям удалось решить немало вопросов, но есть еще много нерешенных задач. 2020 год, как мы видим, был не из легких и намного сложнее предыдущих годов. Наша общая задача – исполнение всех возложенных полномочий в рамках имеющих финансовых возможностей. Успех при образовании происходящего в нашем районе во многом зависит от совместной работы и от доверия друг другу, доверия людей к власти. В завершении доклада хочу поблагодарить всех депутатов за дружную, слаженную, позитивную работу. Далее, с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский за 12 месяцев прошлого года, перед народными избранниками выступил начальник межмуниципального отдела Анзаур Гишев. Общественно-практическая ситуация в районе зарассматриваемых периодов с учетом введенных ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, оставалась стабильной и существенного влияния на кремлогенов встановку не оказывали. Ежедневная оперативная профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных ЧАЭС. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении общественно-значенных массовых и политических мероприятий. На сегодняшний день нами наважено тесное взаимодействие и понимание в этих вопросах с администрацией муниципального образования Кашкавльской районы. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения и объектов, предварительной антитеррористической защиты и государственных институтов по террористическим угрозам. Ситуация, связанная с уровнем преступности в нашем районе, стабильна и характеризуется снижением общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период на территории Кашкавльского района зарегистрировано 160 преступлений. По аналогичному периоду прошлого года было 207. Снижение составило 2,7%. В структуре зарегистрированных преступлений отмечается снижение количества преступлений, по которым предварительное следствие обязательное, на 8,9%, и преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, на 31%. В истекшем году зарегистрировано 57 преступлений, связанных с кражем. В аналогичном периоде прошлого года было 55. Наблюдается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия с 9 до 11. Число ранковых преступлений снизилось с 9 до 7. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 4 преступления экономической направленности. В аналогичном периоде прошлого года их было 3. Всего в районе раскрыто расследовано 128 преступлений. Процент раскрываемости составил 83,1. А забоченность вызывает совершение на территории района двух убийств, а также двух преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. В аналогичном периоде прошлого года таких было 4. По полиции общественной безопасности наблюдается рост на 14,3 количество преступлений, совершенных в общественных местах в 14 до 16, в том числе на улице в 13 до 16. Совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 12,5%, 40 до 45. В состоянии наркотического опьянения, как и в прошлом году, преступления не совершались на территории обслуживания. Задокументировано 9 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. При этом изъято было 6 литров некачественного алкоголя. За 12 месяцев 2020 года в Кашкабовском районе снизилась подростковая преступность. Несовершеннолетним было совершено 2 преступления. В аналогичном периоде прошлого года было 5. То есть снижение составило на 60%. Руководителей подразделений межмуниципального отдела МАДСИК Шкабовского организована работа по профилактике преступлений посредством выявления и пресечения административных правонарушений. Так, в 2020 году сотрудниками отдела было выявлено 1354 административных правонарушений. Из них за появление общественного места в составе опьянения к ответственности было привлечено 100 человек. По статье 20 за распитие спиртных напитков в общественных местах к ответственности было привлечено 347 человек. За мелкое хулиганство 20, за нарушение паспортно-бизовых правил 262. Не меньше опасность для жителей района представляет дорожно-транспортные происшествия. Отделом ГИПДД реализовывается комплекс информационно-пропагандистских и профилактических мер, направленных к наслежению дорожно-транспортных происшествий на обслуживаемой территории, в том числе посредством размещения и печатных СМИ на телевидении и сети интернет. Однако, несмотря на это, в следующем году было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в аналогичном периоде прошлого года и было 23, при которых погибло 4 человека. В аналогичном периоде прошлого года было 7 и 21 человек получили телесные повреждения. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий при повседневном надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИПДД межмуниципального отдела Кашхабинска за 12 месяцев на территории района было выявлено 309 административных правонарушений в области дорожного движения. Из них 3 по факту управляют транспортным средством гражданам в состоянии алкогольного опьянения. С учетом внешнеполитических факторов не теряется актуальность и угроза терроризма. Нами в этом направлении проводятся постоянные мониторные ситуации, организованы проведения штабных тренировок и тактики строевых занятий. Принято участие в обследовании объектов, входящих в перечень объектов, повышенные опасности, жизненные обеспечения, образование и культурно-сполнительные территории района. В соответствии с требованиями руководящих документов по работе с обращениями граждан в системе МВД России, в отделе ведется постоянный контроль, рассмотрение устных и письменных обращений граждан. Срок в рассмотрении обращений. В 2020 году поступило 12 обращений от жителей Каштабыского района. Наиболее актуальными проблемами остаются вопросы, связанные с деятельностью участковых полномоченных полиции в сфере экономической деятельности и безопасности дорожного движения. Кроме того, в 2020 году руководственным делом принято 24 гражданина по вопросам трудоустройства в органах внутренних дел. По всем вопросам своевременно приняты соответствующие меры. Ни одно поступившее обращение, устное или письменное, ни одна жалоба на действия сотрудников полиции не осталось без рассмотрения и ответов. В целях формирования общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел на постоянной основе осуществляется взаимодействие со специальными массовой информацией институтами гражданского общества, по объективному информированию населения о деятельности полиции, в том числе проводимых в профилактических мероприятиях. Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. В дальнейшем нами будет развиваться и внедряться новая форма такого сотрудничества. Хочу заверить, что личный состав отдела приводит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных интересов граждан в 2021 году. Здесь мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных организаций. Депутаты единогласно утвердили и отчет начальника отдела имущественных отношений администрации района Азамата Хупова о результатах деятельности отдела за 2020 год. На сессии были рассмотрены и другие вопросы. По всем депутаты приняли соответствующие решения. Продолжение следует... Продолжение следует...